В этом пятницу 31 октября будут представлены данные по уровню инфляции еврозоны. Посмотрите экономический календарь от Дукас КПТВ. Сам я, Алекс Айзет. В 7 часов утра будет публикован наш счет Германии по розничным продажам за сентябрь. В августе объем розничных продаж увеличился. На фоне сильного роста розничных продаж одежды, обуви и интернет-продаж. Два счета по экономике еврозоны будут представлены в 10 часов утра. Среди них – отчет высокой важности, предварительная оценка индекса потребительских цен за октябрь. Даже не зря на то, что данный отчет может показать некоторые улучшения, на сегодняшний день одной из основных проблем еврозоны является крайне низкий уровень инфляции. В это же время будет представлен сентябрьский отчет еврозоны по уровню безработицы. За последние несколько месяцев число безработных не изменилось. В 12.30 по Гринвичу будут представлены данные США по личным доходам и расходам за сентябрь. В августе объем доходов и расходов увеличился. На фоне того, что увеличилось количество рабочих мест, его разиндекс оптимизма среди потребителей. В это же время выйдет отчет Канады по росту ВВП за август. Эти данные имеют большое значение для трейдеров канадского доллара. В июле темпы экономики замедлились после шести месяцев роста. В час 45 будет опубликован индекс PMI Чикаго. В сентябре индекс снизился на 3,8 пункта, но он по-прежнему находится на высоком уровне. В 2 часа дня будет представлен октябрьский индекс фотоаппаратического доверия от института Мишиган. Согласно предварительным данным, индекс находится на уровне 86,4 пункта. Это самый максимальный уровень за более чем 7 лет. Вы смотрели экономический календарь пятницы. Ладно, мы представим вашему вниманию о взрослых событиях на понедельник. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok